Доброе утро, Карапуст. Как тебя чувствуешь? И с такими словами она каждое утро заходит в палаты своих пациенток. Доктору Смолихиной радуются не только будущие мамы, но и малыши. В этом животике их сразу двое. Сестрички Амелия и Милана. Начали активно пинаться и часто забили сердечки. На все вопросы ответит, успокоит. Как-то сразу все волнение уходит и думаешь о только хорошем. Уже 20 лет Валентина Смолихина, акушер-гинеколог, работает в перинатальном центре клинический Алтайского края. Она представитель династии врачей. Ее прабабушка помогала солдатам в госпитале во время Великой Отечественной. Специализировалась на офтальмологии. Папа лор-врач, мама-педиатр. В том, что Валентина станет доктором, никто не сомневался. Почему акушеркой-то стала? Это случилось на 4-м курсе медуниверситета, когда у нас был цикл акушерства. Проходили мы здесь как раз его. И у нас педагог привел в родзал. Я там увидела процесс родов, поняла, что это таинство, которое большое желание освоить и помогать этому чуду свершаться в нашей жизни. Они тоже помогают лечить, но не делают сложных операций и не назначают лекарства. Они их создают индивидуально для каждого маленького пациента. В детской городской клинической больнице номер 7 есть аптечное отделение, а в этой небольшой лаборатории готовят препараты, которые в обычных пунктах не купишь. В подобных микстурах концентрация действующих веществ очень мала, ведь лечить приходится в том числе новорожденных с низкой массой тела. Все эти лекарственные формы подвергаются анализу, строгому анализу. Предположим, вот это вот все пробы, которые мы сегодня готовили. Готовили раствор фурацелина, пожалуйста, сделали полный химический анализ на него. Галина Евсеенко тоже верна профессии со студенческой скамьи. Начинала с провизора аналитика, теперь заведует аптечным отделением, которое считает уникальным. Коллектив здесь небольшой, всего шесть человек, но все они медицинские работники. Неважно, какого звания и категории. В третье воскресенье июня врачи, санитарки, медсестры отметят свой профессиональный праздник. Многие примут поздравления на своем рабочем месте. Елена Кузовкина, Александр Антропов, Николай Шелко. Наши новости.